Привет! Как дела? Для тех, кто меня не знает, меня зовут Настя и я рассказываю на своем канале о моей студенческой жизни в Лондоне и о том, чем я занималась и развлекалась в этом городе, а также во всей Великобритании. Сегодня рассказ о London Classic Car Show, которое будет проходить в феврале этого года, поэтому я расскажу вам сегодня о том, какие машины можно увидеть на этой выставке и немножечко о том, что мне удавалось пофотографировать и поснимать на видео в качестве репортера. Самая огромная выставка в Великобритании классических автомобилей, можно сказать, рай для коллекционеров классики, состоится с 20 по 23 февраля в выставочном центре Кенсингтон Олимпия. Хочу обратить ваше внимание на то, что раньше эта выставка проходила в выставочном центре Excel, теперь у нее есть новый дом, который находится в Кенсингтоне. Билеты туда стоят от 25 до 75 фунтов, 25 это стандартный тикет, 75 это премиум билет. Я же попадала туда абсолютно бесплатно, в качестве прессы, потому что я работала на разные новостные агентства, а также на свой YouTube-канал Long Island, где я показывала абсолютно все события без какого-либо рассказа о нем, только с музыкой. Так что, если вы не желаете слушать мои рассказы, пожалуйста, переходите на Long Island, там все есть только под музыку, non-comments. Не помню, когда я попала впервые на эту выставку, но была я там уже несколько раз, я поехала туда просто пофотографировать машины, потому что об автомобилях я мало что знала, я даже не знала, что это за выставка, я знала, что там будут автомобили. Какие, какого образца и так далее, и вообще зачем эта выставка, не знала. Выставка, оказывается, создана для того, чтобы коллекционеры классических автомобилей, в основном это британская классика, могли выставить свои образцы и посмотреть чужие. Им, возможно, что-либо прикупить. Кроме этого, там представляют свои новые автомобили и комплектующие заводы мировых автопромов. Поэтому выставка будет очень интересна специалистам, а также тем, кто интересуется автомобилями. И вот в первый раз, когда я туда поехала, я отсняла эту выставку только в фотографиях. У меня, по-моему, нет видео с той самой выставки. И единственная фотография, которую я помню, которая продалась, это значок ягуара, такой ягуар бегущий. Очень долго, я помню, пыталась сфотографировать именно этот значок. Изначально я там что-то фотографировала, сам ягуар, потом значок. И вот у меня камера так устроена, что в сумерках, а там искусственное освещение в выставочном центре, что мне надо очень долго наводить фокус. И вот я очень долго стояла, держала камеру и вот так вот принажимала, потому что там идёт автофокусировка. Сначала надо принажать и потом только, да, дожать. Несколько раз я сняла этот значок, и один из них получился вот прямо перфект-перфект. Великолепный снимок, и я его отправила на продажу. По-моему, даже всего лишь две фотографии я отправила на сток. И он у меня, ну, через какое-то время, через полгода только где-то продался за 20 фунтов, где-то так. И для меня это было такое, вау, надо будет ещё пофоткать. Я очень люблю фотографировать всякие детальки, они не просто общий вид. Хотя информация для тех, кто хочет заниматься репортерской деятельностью, знаете, фотографии с общими видами мероприятия больше ценятся, чем какие-либо детальки. Потому что они показывают, как бы, очень много всяких деталей, которые происходили именно в тот момент. И, может быть, кому-то что-то из этих деталек в каком-то журнале или в какой-то газете именно в тот момент пригодится, а не просто значок Ягуара. Но значок Ягуара, я думаю, пригодится в рекламе Ягуара или что-то типа этого. Кстати, Ягуар – это же британский автомобиль, и его завод находится в Ковентре. Мы туда ездили с друзьями. На самом завод мы, конечно же, не поехали, он находится в пригороде. А вот в Ковентре есть музей, где определенная доля залов отведена именно производству Ягуаров и всего его исторического развития. Достаточно интересный музей. О великолепном городе Ковентре и о музее я вам тоже расскажу, когда настанет время. Что еще хочу сказать про Ягуар? Он попался мне в моей MBA-диссертации в качестве примера. Один эксперт, которого я опрашивала, рассказал, что, оказывается, именно Ягуар стал первой компанией, которая представила свой новый продукт. На тот момент это был Range Rover. Не помню, какой классификации, но это было в 2017 году первое представление автомобиля в виртуальной реальности. То есть желающих посмотреть новейший автомобиль, завели в театр, надели им очки виртуальной реальности и повели к новому автомобилю, который в реальности не находился в этом театре. И люди могли увидеть его в очках виртуальной реальности, они могли потрогать его, они могли открыть дверь, завести двигатель и даже поменять кожаный салон, цвет кожи, цвет самого автомобиля. И очень много всяких функций было представлено, и это уже было в 2017 году, 3 года назад уже виртуальная реальность существовала в бизнесе. Ну, о своей диссертации я вам рассказывала, еще буду рассказывать, приводя всякие вот такие примеры. Смотрите, очень много интересного и инновационного происходит в нынешнем мире. Я же буду ездить в Лондон и посещать следующие выставки, на которых я узнаю все вот эти вот интересные штучки и моменты, и рассказывать вам либо в прямом эфире, либо позже уже делать видеоролики и в концентрированном таком плане рассказывать, что конкретно я узнала нового. И так, как я уже сказала, на выставке можно встретить знаменитых лиц, гонщиков, либо даже приезжают директора автомобильных заводов. В общем, я их не знаю, к сожалению, не могу сказать, но вот какие-то лица фигурировали. Я их не запоминаю, нам давали в прессе расшифровку «who is who», как говорится, кто есть кто. Но на данный момент у меня уже не осталось этих знаменитых, поэтому если вы вдруг узнаете, пишите в комментариях, кто эти люди. Что хочу сказать про саму выставку. На ней очень много происходит разных презентаций новых автомобилей. Прямо так открывают одеяло, завесу. Unwailing это называется. То есть снятие завесы и представление нового автомобиля вот-вот на ваших глазах. Ну, потом я, конечно, узнала, что это можно повторить. То есть для камеры, для прессы это всё обратно запаковывается. И вот однажды я попросила, чтобы для меня лично ещё раз повторили эту процедуру. Потом я была ещё и на других выставках. Там тоже очень много шикарнейших автомобилей. Открывали, рассказывали, показывали. Всё это есть на вот таких вот автомобильных выставках. Одна из которых классика шоу, которая проходит сейчас, в феврале. Другая проходит в мае или в июне. Периодически меняется месяц. Но о ней я тоже буду рассказывать. Называется мотор-шоу. Значит, на этой выставке, которая сейчас будет проходить, можно увидеть как автомобили, так и мотоциклы. Иногда велосипеды, иногда какие-то чуть ли не танки. Грузовики и очень-очень старинные автомобили. А также там встречаются и гоночные автомобили. Формула-1 вот в том году была представлена. Формула-1 я смотрела вместе с братом. Очень любила смотреть все гонки Формула-1. И болела за Михаэля Шумахера, естественно, до того момента, пока он там, по-моему, восьмикратным уже чемпионом стал. И вроде бы как ушёл. Но это как бы другая история, о ней я тоже буду рассказывать. Кстати, я побывала в качестве прессы на двух гонках Формула-1. То есть эко-формула. Те же самые гоночные автомобили, но они не на бензине, как я поняла. Но об этом я чуть-чуть попозже повспоминаю. И расскажу конкретно, что я там видела. Это просто такое ощущение для меня было, когда я обожала Формулу-1. И я попала прямо на трек, на пит-стопы, на... Вообще с гонщиками, между гонщиками ходила и между болидами. И всё это снимало, и подиум. И я видела и Алана Просто, которого я знала по гонкам Формулы-1. Он представлял Рено. А также его сын был пилотом в гонке Формулы-и. И даже какое-то призовое место заняла в 2016 году, по-моему. Кроме этого, я встречала там и Ричарда Брэнсона, британского предпринимателя и основателя Virgin Group. Я никого тогда не знала. Просто потом, когда подписываешь фотографии, нужно найти имена тех, кто там присутствовал. Конечно, на второй год гонки проходили в 2015, а в 2016 году в Лондоне потом почему-то прекратились. Но поговаривают, что в этом году вернётся Формула-и и будет проходить не в Баттерси-парке, а вообще по центральному Лондону будут ездить болиды Формулы-и. Поэтому посмотрим. Не знаю, как всё будет дальше. Конкретно о том, что я видела на Формуле-и в качестве прессы, я вам потом попозже расскажу и покажу. Это очень интересные события. Вообще у меня была очень интересная жизнь в Лондоне. И это именно благодаря тому, что я нашла себя, свою профессию в качестве репортера новостных событий, которых в Лондоне огромное количество. Я только успевала их посещать. Никогда в жизни я не оставалась сидеть дома, потому что устала, потому что не хочется, потому что лень или ещё что-нибудь такое. Каждый раз, когда есть куда выйти, я обязательно шла. Потому что, во-первых, для студента это возможные дополнительные деньги, а во-вторых, это настолько интересно, что сидеть дома мне было неинтересно. Плюс к тому, на каждом таком мероприятии я очень много тратила и теряла сил, но отдачу я получала вдвойне обратно. То есть я была настолько энергична после этого, что мне удалось попасть на такое событие, что мне удалось увидеть таких людей. Это даёт огромный прилив сил, и ты просто, несмотря на то, что выдохся и приходишь домой, и просто отрубаешься сразу. Хотя мне надо было ещё тогда и фотки закачать, и видео, и всё отправить. Только после этого иногда к 3 часам ночи я могла заснуть. А наутро там уже университет, или там собаки, или ещё что-нибудь, или нянька. Да, когда я описывала свою работу нянькой, многие говорят, что «Ой, ну и чё ты там работала гастарбайтером?» Обязанности няньки были небольшие, а столько возможностей ходить и посещать разные мероприятия в Лондоне, я сама себе завидую. Но это другая история. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»